А вот оно, доброе утро. Просыпаешься, а там снег. Хоть немного належит. Краснодар, конечно, вообще засыпало. Мы во время выехали вчера. Сейчас сели завтракать, и мама такая приносит какую-то штуку. Я вообще не поняла, что это вот... Как вы думаете? Догадайтесь. Мне кажется, с первого раза вообще не догадаешься. Для чего это может быть на завтрак? Мама рассказывает, что это вообще? Ну, это лимоны. Мы просто решили сделать через соковыжималку сок. И потом залили такие формочки. То есть это такое продавалось? Да, это продается специально. Продается в магазине. И вот, чтобы всегда в наличии был лимон, не всегда бывает. И вот поэтому мы такие сделали. У нас просто много оставалось, вы как бы поэтому... Ну, это да, это не специально мы сделали. Мы сделали, потому что лимоны остались, и нужно было куда-то их израсходовать. Там папа свои какие-то всякие делал. Напитки. Напитки делал, да. Вот можно было сказать, лучше того, чтобы папа сделал напиток. Лимончелло. Лимончелло, да, да. Им нужна была только цедра. А куда лимон надевать? И столько много. И мы решили вот через соковыжималку, а потом сок залили в такие формочки. То есть ты как-то открываешь, а потом туда, да, кладешь? Ну да. Оно быстро растворяется. Да, да, быстро растворяется. Просто удобно очень, в таких формочках очень удобно. Вообще интересно так. Вот оно и утро уже. Позавтракала и решила выйти в огород, подышать воздухом свежим. Вообще понять, какая температура. Но сейчас у нас минус один. Папа говорит, чуть пораньше было минус два. Слушайте, здесь такой слой льда. Это же вообще настыло. Вот столько у нас тамани выпало снега. Вообще ни о чём по сравнению с тем, сколько выпало в Краснодаре и в горных районах. Просто смешно, если честно. Так немножко припорошило. А если честно, знаете, что обещали? Обещали огромное количество снега. Что типа нас засыпет, будут такие сугробы. А в итоге ничего такого. Но с другой стороны, мы вчера вовремя успели приехать. Потому что когда мы ехали, начинался снег. И потом в Краснодаре опять пробки. Опять город встал. Опять снегоуборочная техника не справляется. А мы всё-таки вовремя успели. Малыша! Малыша! Бегает малыша. Так как сегодня холодно было, естественно, мы малышу оставляли дома спать. Когда холодно, родители всегда её оставляют дома. Хотя у неё есть будка. У неё есть дома ковричек. И она на нём спит. Вот и оно, солнышко морозного дня. Именно то, чего не хватало очень часто в Питере. Снег продолжает лететь. Но неизвестно, конечно, насыпет его больше или нет. Вот какой сразу контраст, да? Я вот когда уезжала в сентябре, и виноград ещё был, и цветы были. А сейчас ничего нет. Палочки до веточки. Сейчас мы хотим собраться, поехать или пойти за молоком. Мама обычно с 12 до часу ходит за молоком. Приезжает бочка, она проезжает по всем посёлкам. Вот мы поедем, прогуляемся. Возможно, к заливу пойдём. Так что пошла я греться домой. Чё-то холодно слишком. Шарик Бубик. Такой взгляд. Вислый. Малышочек, ты же у нас сладкая. Ты чё такая сладкая? Тебя кто обижает? Никто же не обижает малышу. Малыш, лежи с полной. А чё сразу на кровать-то? Чё собака-то по кровати полувает? У них же место есть. Малыша! Ой, злюка ты наша, да? Нет, скажи, я не злая, я добрая. Она очень добрая. Вот злюка. Малыша, ты же добрая. Она у нас добрая. Это просто от папы, когда её злит, поэтому она такая. Убалдеет, нравится ей, когда её начёсывают. Конечно, нравится. На улице холодно, она дома сегодня с нами. Хорошо ведь? Партизан ползёт. Малыша! Улыбнись. Не трогай малышу, пусть она лежит. Малыш, иди на своё место. Где у малыша место? Малыша! Иди на место на своё. Иди на место, малыша, иди на коврик. Иди на место, пусть она лежит. Ну иди на место. Не надо на кровати валяться. Я не разрешаю. Иди на место. иди на место типа дурочкой прикидывается лучше иди на место на место вот и лежи там молодец вздохнула в общем мы все-таки собрались и поедем на машине решили даже с собой собаку взять потому что пойдем к заливу сначала купим молочко и потом подышим морским зимним январским воздухом снег продолжает лететь хлопья просто огромные возьмем возьмем наручную закрывай собаку у нас еще лучше не почему мы ее на море брали летом года два назад малышочек сейчас куда сиди малышечку сейчас надо молочка купить сначала если там с нами поедешь я хочу посмотреть что у меня там сколько мы вчера наездим 4 показывает как минус 4 щас я вообще девочку такой да мы нашел и другим если бы вам было весело было повезли ее куда с тобой ну и вот посмотрела как в других районах краснодарского края там просто вообще завалило столько снега очень много что-то в 31 районе края объявили как какое-то экстренное из-за снега положение из-за снега экстренное положение смешно да так еще подешкольники дома сидят на севере не боятся ни морозов ни ничего такого а тут как-то сразу все все сразу встает жизнь замирает когда зелени нет как-то уныло да все так выглядит ну да может я не перемешки сегодня сделаю самодельные не хочешь можно было полепить посидеть я бы полепил бы подел бы ну да а что почему нет а никого нет посмотри ну уж холодно из-за этого не знаю а что как узнать ну как я в телефон не взяла с собой ничего у меня телефон не из с собой ну в общем здесь да обычно молоко а что-то нет никого вообще неужели сегодня из-за того что холодно молока нет ну что туда едем мы значит на пляж едем или попозже может съездим еще а Сережа в прошлый раз помнишь я тоже спросила молоко есть да потом только ответил что есть тоже думаешь что будет холодно молока нет ага не может позже привезут не может я не знаю что это может скорее всего наверное не знаю вообще там коробку сонишь молоко это Все, снег летит прям в лицо с моря, и хлопья-то какие огромные, да, море. Видите, как мы оделись-то, ой, малыша, мы в куфайках. Вот так вот разоделись, потому что минус, не хотим мерзнуть, как будто в Якутии оказались в минус 50 вот таких вот куфайках. На самом деле, это не Якутия, это юг. Ой, малышок, выгуливаем собаку нашу, да? Ну, она сама с нами поехала. Видела? Прям еще много. Ну, это уже коробки одни. Просто много пустых, пустых. Так люди же собирают. О, посмотри, как этот мостик-то, палки от него замерзли. Ага. Вообще. Вот и снег. Снег кружится, летает, летает. Да, песок красивый, такой светленький. Но непривычно, как всегда, видеть берег моря со снегом. Ну что, пусть малыш побегает, понюхает. Да. Лишь бы далеко не убегал. Да. Долго, да, не посидишь. Обычно же сидишь долго, дышишь воздухом, а сегодня некомфортно. А такие были дни теплые ведь. Я даже в кофте ходила, в огороде работала. Ну, циклон просто пришел. Мне сегодня даже написали, что в Краснодаре сегодня минус 9. И снега столько много выпало. Ну, мы вовремя-то уехали. Сейчас едем еще на пирс. Решили и там посмотреть. Но там, мне кажется, еще больше ветер будет. Ну, сходим, пройдемся. Собачка прогуляется с нами. Ну, да. Ну, такого молока не было, такого еще не было. Зампах серого водорода. Да-да. Я оделась сейчас теплее всех. У меня и ватные штаны, и ватная фуфайка. Поэтому я вообще даже не мерзну сейчас. Какой мостик, посмотрите. Ой, он застыл вообще. Все в льду. Вообще сосулины. Ну, море пока еще не застывает. Хотя я помню, как-то оно даже застывало. Один год буквально это было. Наверное, вот в какой-то из первых лет, когда мы здесь жили, на заливе такая тоненькая-тоненькая пленочка образовалась. Даже немножко со льдом. Но пока нет. Наверняка просто для этого нужно, чтобы очень долгое время стоял минус. Папе сейчас позвонил друг его из Соликамска и сказал, что сейчас на Урале у них минус 30. Представляете? Но у нас тоже не жарко, минус 4. Мама уже пошла в машину греться, замерзла. Это только мы такие отважные, решились пойти погулять. Сейчас все дома сидят. Сейчас никого не вытащишь гулять, тем более к морю. Либо надо прям очень сильно тепло одеваться, как я. Ну, кто там живет в городе, конечно же, он не будет никакие фуфайки надевать там. Штаны ватные. А вот в обычной теплой одежде, да, одежде, которая для города предназначена, я бы тоже не смогла ходить по такому морозу. Потому что, ну, ветлюган такой, что он просто сносит. Сносит, да. Вчера мы купили рыбу, вот сделали котлеты. Я вот это ничего не показывала. Мы сегодня решили сварить еще уху. И вот интересно то, что я сегодня в интернете, я говорю, увидела, что проводились рейды против незаконной торговли рыбой на дорогах Темрюкского района. Потому что налоги не платят из-за этого. Да. Они же хотят, чтобы платили налоги. Вот. А люди поэтому и стараются где-то вот в таком месте продавать, чтобы можно было обойти вот это. Ну, с другой стороны, это нормально, такая же рыба. Иногда в магазинах, не знаешь, боишься за качество, которое ты покупаешь. А тут люди вот так же сами, частники. А это свежая, если живая еще была. Угу. Покупают, поэтому... Ты уже видишь, что она живая рыба? Угу. Не перемороженная десять раз. Точно, точно. Так лучше такую купить, живую уж, рыбу, правильно? Да. Чем которую переморозить, она вся развалится, да? Точно. Не, насыпет снега, насыпет. Да, видно же, смотри, валит, да? Вообще. Уже все бело становится, земля. Так что и к нам придет. Сейчас-то земля холодная, сейчас не дает. Ну да, то, что минус уже, но... на соль проверить. Угу. Как картошка проварилась. Угу. Вот, картошечка наполовину проварилась. Положил до этого кружочками морковку, лук нарезанный. Теперь кладу рыбу. Перемешиваем маленько, чуть-чуть, чтобы рыба была в рассоле. Вот. Вот так вот. Вот. И варим до готовности картошки. Вон у меня плавает морковка. Ну, там еще и есть она. Вот. Рыба быстро варится. Как говорят, глаза, если побелели, все, можно рыбу уже доставать. Сегодня мы будем пельмешки еще стряпать. Поэтому я делаю тесто. Папа захотел полепить пельмени, поэтому мама тоже согласилась сделать. Да. Поэтому делаем тесто. Что-то много получилось у нас. Обычно раньше я всегда много делала. Ну, потому что мы их... Мы же можем потом, это тесто останется, просто сделать такие лепешки и пожарить на этом. На сковородочке нам так нравится. Да, да, да. Они как с сочнями такие вкусные получаются. Ну, и все. Вот так будем сейчас долго вымешивать его. Она есть, то остывает. Все. Сейчас будем пробовать уху. И сделали нажористую. Я уже давно уху не... Нажористую. А что это такое? Нажористую. Нажористая. Это значит, что она очень густая, нажористая. Да? Да. Всегда так говорят нажористая. Я только не слышу. Не знаю. Всегда так говорю нажористая. Попробуем. Говорю, давно не ела уху. Мы раньше всегда, когда ехали в лес, в котелке варили уху. Перчик хорошо. Угу. Я туда положил вот такой домашний красный перчик. Вот он. Вот он наварился. Два таких кусочка положил. И хватает его, да? Угу. Ну, еще посыпал... Положил еще горошком перец. Как раз остренька такая хорошая. Угу. 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 Для красоты еще положил морковку. Вот. Кругляшками ее нарезал. Морковка. Угу. Для красоты. С речной рыбы уха всегда намного вкуснее получается. Ну, мы привыкли к речной рыбе, да? Всегда делаем. Вот тебе даже икорка попалась. Это... С этого икра была судака. Угу. Хорошо. В щуке не было икры. А вот в судаке попалась. И мы всегда икру кладем в уху. Очень вкусно. Угу. Угу. И туда я еще добавил стопочку хреновухи. А, я уж думала стопочку эту. Нет, маленькую стопочку. Да, всегда вот когда доваришь стопочку хреновухи. Ну, можно простую там самогончика водки добавить. Говорят, вот так надо. Вкусно. А на природе даже еще уголек туда макают. Для вкуса, видимо. Для запаха там. Угу. О, кошка пришла. Сейчас запустим. Че, койса пришла? Че холодно тебе на улице? Мы ее мышь зовем. Смотрите, какая она пушистая у нас. На подоконник пришла вся снегом зъерошенная. У нас сегодня зоопарк целый. Собаку выгулили. Кошка выгулена. Да она целый день так вот за вперед. Че, кыска? Пойдем домой. Че ты сидишь, кыса? Сидит такая. Задумчивая. Трясется вся, но не идет домой. У вас тоже кошки так сидят и просятся домой? Но она может подойти к дверям, но она, видимо, не хочет. И хочется сидеть, вот, смотреть, что у нас дома происходит. Кыса, бочка. Сейчас сидим пьем чай, вот как раз с печеньем, которое вчера купили в светофоре. Ну, я видела такие печеньки. Я до этого не пробовала их. Я ожидала от них, честно говоря, большего. Я думала, что они будут более мягкие. В итоге они достаточно какие-то вот жесткие. Тебе он как? Мне тоже не понравились. Больше я их не купила. Но я не говорю, что они мне не понравились. Просто они, я ожидала от них немножко другого, что они будут более мягкие. Но они вот, это черное, это шоколадное печенье. И внутри там какая-то начинка какая-то. Ничего так мне нравится, в принципе, с чаем. Ну, парочку таких съешь и достаточно. Ну, как бы то, что я ожидала больше гораздо от этих печеньев. Вот. Ну, будем что-то новое покупать, разное пробовать. Потому что... Мы еще почему взяли? Потому что написано, что сделаны они в Краснодарском крае, в Армавире. Из Армавира, кстати, очень много всего привозят. Видимо, там какие-то предприятия, которые именно занимаются вот печеньями всякими, конфетами. Вот. Так что... Вот такая вот заметочка от нас по поводу еды из светофора. Следующим вечером пельмени, как хотел папа. Папа раскатывает тесто, делает кругляшки. Потом эти кругляшки беру я или мама. Мы делаем фарш. Ну, так как у мамы уже опыт в лепке пельменей, она, естественно, сама их, как получается, заклюкивает. Заделывает. В общем, залепывает. Защипывает. Защипывает. И вот, получается... Не знаю, конечно, сколько получится, но... Но фарша много мы сделали. Фарша много, да. Мне кажется, сейчас уже никто не занимается такими нелепых пельменей. Мало кто. Где-то у нас бабушка моя, мама стряпает. Я имею в виду вот... Не, мне кажется, сейчас мало кто. Мало кто. Конечно. Сейчас все магазинные пельмени. Ну, Ксюша, нет. Это ж столько времени тратится на эти пельмени. А как я раньше ведрами стряпала? Целыми ведрами? Да. Настряпывала у нас было очень... Я одна сидела и стряпала. Папа... Ну, он на работе был, как бы... Я выходной день, например, сидела, стряпала целый день, тратила это время. Каждый раз, когда мы лепим пельмени, у нас есть такая традиция делать пельмень внутри с тестом. Когда он кому-то попадется, нужно будет загадать желание. Ну, собственно, мы уже сделали почти полностью пельмени, вот эту досочку, но еще будем делать. Потому что у нас еще фарш есть. Вот. Ну, а сейчас, собственно, будем делать вот такой вот пельмень желаний, можно назвать и так. Ну, что, несколько часов нашей работы и еще одна планшетка, точнее, еще один поднос с пельменями готов. Папа хочет посчитать ради интереса, сколько у нас получилось. Так что чуть позже даже скажу, сколько у нас пельмешек вышло. Будем сейчас их кушать. Вот именно эту планшетку мы уже делали для того, чтобы можно было вот именно прямо сегодня поужинать этими пельмешками нашими. И напишите, кстати, в комментариях, вот мы с родителями поспорили, как часто сейчас вообще кто-то дома делает пельмени. Мне кажется, никто действительно не делает их. Наверное, единицы. Может быть, пожилые люди. Вот мама сказала, что наша бабушка делает. Ну, вот и мамина сестра тоже делает пельмени. Да, да. Мы всегда. Потому что она повар. Она повар. Поэтому. Нет, она просто... У нас была всегда традиция, мне кажется. Всегда. Да. Пельмени это такое. Ну, мне кажется, сейчас уже мало кто-то делает, потому что магазинный легко купил, закинул 3 минуты и сварил, все. А эти столько часов делать, конечно, это гораздо вкуснее, но мое мнение, что уже сейчас так не делают. Ну, вот напишет, посмотрим. Да. Кто был прав. Ладно. Сколько было комментариев вообще по поводу именно кто стряпает. Хорошо. Посмотрим. Посмотрим, ладно. Вот просто интересно, правда ведь, а? Конечно интересно. Очень интересно. Сколько у нас? 210 пельменей получилось? Да. 210 пельменей мы сделали за вечер. И сейчас будем пробовать. Просто покажи, насколько красивые получились пельмени. Собственные ручной работы. Попробуем. Фарш вкусный, очень пак. Вкусно. Хороший фарш. Мне нравится. И тесто не разварилось. Ну да. У нее классные пельмени. Мы старались. Ну да. Достойно. Будем ужинать. Всем пока-пока.